здравствуйте уважаемые зрители канала про цветок меня зовут дмитрий я садовник и владелец личного подсобного хозяйства хоть на улице еще холодно но уже апрель а значит нужно приступать к посеву арбузов и дыни на рассаду принято считать что арбузы и дыни могут вырастать хорошо только на юге однако это большое заблуждение арбузы и дыни могут расти и в наших климатических условиях следует подобрать только правильные сорта и немного потрудиться над устройством грядки для выращивания в наших климатических условиях нужно подбирать раннеспелые сорта арбуза и дыни в этом сезоне я буду выращивать два сорта дыни и два сорта арбуза дыня сорт золушка сорт российской селекции раннеспелый сорт чем-то напоминает сорт колхозника дыньки небольшие округлые могут весить до двух килограмм второй сорт который буду выращивать это гибридный сорт айкидо сорт также раннего срока созревания и может давать урожай в нашем климате устойчив к заболеваниям устойчив к перепадам температуры рекомендую вот такой сорт дыни и посеять и у себя также буду выращивать два сорта арбуза это вот такой арбуз ультра ранний также сорт российской селекции сорт довольно крупноплодный плоды могут вырастать до 6 килограмм сорт очень скороспелый ультра ранний и устойчивы к пониженным температурам сорт сибирской селекции второй сорт который буду выращивать это арбуз кринсон crimson ruby f1 сорт также раннего срока созревания созревание 65 70 дней после высадки рассады в грунт плоды также крупноплодные до 10 12 килограмм первую очередь нужно определиться со сроками посева на сроки посева в первую очередь зависят от сортовых особенностей от сроков созревания от погодных и климатических условий мой участок находится в центральной части беларуси в минской области обычно посадку в открытый грунт арбузов и дынь я провожу в начале мая либо во второй декаде мая в зависимости от погоды когда уже минует угроза возвратных заморозков исходя из этого определяем сроки посева для дыни возраст рассады перед высадкой в грунт должен составлять 25-35 дней для арбуза 20-30 дней после того как мы определили сроки высадки рассады нужно приступать к непосредственно к подготовке семян к посеву семена арбуза или дыни могут быть необработанными без какой-либо обработки либо обработаны специальным фунгицидным составом против заболеваний они будут окрашены в голубой либо зеленый цвет значит такие семена ничем дополнительно обрабатывать не надо мы их сразу будем высевать в стаканчики если семена необработанные либо собраны собственноручно со своего урожая получены то их конечно нужно обеззаразить какими же способами можно обеззараживать семена у нас масса роликов на канале как обеззаразить семена растений я предпочитаю обеззараживание с помощью биологических препаратов в частности использую раствор триходермы добавляю чайную ложку на 10 литров воды это большое количество раствора для замачивания конечно столько не нужно оставшиеся растворы используют для полива рассады либо проливаю растения в теплицы которые уже у меня высажены а небольшое количество раствора я оставляю для замачивания семян пропитываю тряпочки либо ватные диски раствором помещаю туда семена затем все это упаковываю в пакетик и помещаю в теплое место чтобы температура была плюс 23 плюс 25 градусов тепла при такой температуре и во влажной среде семена быстро прорастают и можно приступать к посеву в отдельные стаканчики нужно отметить что рассада арбуза и дыни не любит пересадку а значит семена нужно высевать в отдельной емкости они вообще как например рассаду томатов второй момент это грунт грунт для рассады дыни и арбуза должен быть легким рыхлым и плодородным ph грунта должен составлять 6,3 7 целых в таком грунте рассада будет хорошо расти и развиваться подойдут готовые грунты для рассады овощных культур они соответствуют всем требованиям после того как появились росточки корешки на семенах мы будем их высевать глубина посадки примерно полтора два сантиметра помещаем семена стаканчики с почвой поливаем и укрываем стаканчики пакетами либо стеклом чтобы не было испарение влаги что у почвы не пересыхала и появлялись всходы ставим нас хорошо освещенный подоконник опять же соблюдаем температурный режим температура должна быть от плюс двадцати двух до плюс двадцати пяти даже двадцати восьми градусов чтобы семена хорошо прорастали как только семена наши проросли появились сходы стаканчики нужно поставить на самое хорошо освещенное место ведь рассада арбуза и дыни очень требовательна к освещению при недостатке света рассада очень быстро вытягивается листья и стебли становятся ломкими и такая рассада может попросту не дожить до момента посадки в теплицу или в грунт конечно не у всех есть возможность обеспечить дополнительное освещение но если у вас такая возможность есть то обеспечьте подсветку для рассады до 10 12 часов в сутки чтобы она была коренастой крепкой и не вытягивалась при выращивании рассады не следует забывать и про температурный режим если для прорастания нужна высокая температура то после того как появятся всходы температуру в помещении нужно понесить она должна составлять от 18 до плюс 22 градусов тепла рассаду дыни и арбузов можно уже высаживать в начале мая в условиях беларуси когда нет угроза возвратных заморозков если угроза возвратных заморозков сохраняется то будем высаживать в открытый грунт рассаду в более поздние сроки чтобы получить хороший урожай нужно подготовить специальные грядки как делаю их я нужна гряда шириной 1 и 2 метра длиной произвольной это может быть 5 метров 10 и сколько угодно главная ширина 1 и 2 метра затем по центру гряды нам нужно выкопать траншею шириной 30 сантиметров глубиной 40 сантиметров подготовлены траншею мы будем помещать растительные остатки и траву уже в мае есть зеленая трава это могут быть одуванчики другая растительность я скашиваю траву и укладываю в траншею заполняю траншею скошенной травой примерно на две трети сверху я засыпаю слой перепревшего компоста либо навоза а затем засыпаю все содержимое обычной почвой и проливаю грядку теплой водой что это дает трава начинает процесс горения разложения и дает дополнительное тепло после посадки наших арбузов и дынь в такую грядку корневая система получает дополнительное тепло и лучше развивается затем трава разлагается в траншеи присутствует компост а значит наши растения снабжены хорошим питанием хорошо развиваются и дают отличный урожай на каком расстоянии нужно высаживать рассаду расстояние между растениями должно быть 0 7 метра 1 метр не следует жалеть место и загущать посадки растениям будет попросту не хватать света и питания будет идти конкуренции и урожая хорошего мы не получим конечно рассада арбузов и дынь она не растет просто в грядке в открытом грунте после того как мы высадили нашу рассаду мы укроем грядку белым спонбондом можно использовать спонбонд просто застилая почву прижимая какими-либо камнями либо палками но лучше использовать небольшие теплички на дужках ставить дужки и натягивать спонбонд растения будут немножко притяняться не будет возникновения солнечных ожогов после посадки на такую грядку будет сохраняться влага и будет сохраняться тепло важной процедурой будет являться также и посынкование но об этом у нас будет ролик в летний период чтобы показать вам все эти процессы на практике обязательно попробуйте получить свой урожай и вы будете высаживать арбузы и дыни каждый год спасибо за лайки и подписку до новых встреч